Прекрасный вариант для первого бизнеса выращивания клубники. Он идеален для условий российской средней полосы, не требует предварительных капиталовложений опыта. Клубника отличается неприхотливостью скороспелостью, именно с ее сбора традиционно начинается ягодный сезон, нетребовательностью к типу почвы и климату. Клубника очень популярная ягода, которую любят не только в России, но и в мире. Клубник употребляют как в свежем виде, так и в переработке в виде джема, соков, варенья и т. Д. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Помимо этого спрос на эту ягоду превышает предложение и динамично растет. На рынке можно встретить огромное количество продукции, привезенной из-за границы, отличающейся прекрасным внешним видом, но очень низким содержанием витаминов. Недостаток отечественной экологически чистой продукции ощутим. Такой бизнес имеет достаточно высокий потенциал, при желании и постепенном расширении объема производства возможен выход на зарубежный рынок. Существует несколько разновидностей клубничного бизнеса, а именно кезонный. Выращивание клубники в непосредственный сезон ее роста – с мая по июль. Самый простой вид – можно использовать открытый грунт и любые сорта ягоды – межсезонный. Используются особые сорта, урожай получают до самых заморозков – круглогодичный. Выращивание клубники, в том числе зимой, путем использования специальных теплиц. Самый дорогостоящий вид бизнеса. Среди преимуществ данного бизнеса можно выделить – отсутствие сезонности, практически полная независимость от внешних условий, уровня влажности, температуры, количество осадков. Быстрая окупаемость. Всего за первый сезон плодотворной работы можно вернуть вложения и начать получать. Чистую прибыль, легче наладить каналы сбыта, особенно зимой, возможность существенно увеличивать стоимость товара в холодное время года. Рентабельность выращивания клубники может при правильном подходе достигать 100% уже через несколько лет после открытия своего дела. Один – найти участок, где будет произрастать клубника. Два – определиться с используемыми сортами. Три – посадить ягоду. Четыре – в течение всего периода осуществлять уход. Полив, удаление сорняков, борьбу с вредителями. Пять – сбор ягод, их реализация. Научно доказано, что выращивать клубнику на одном месте следует три года, далее участок засевается иными культурами. Размер участка может быть различным, в зависимости от имеющихся ресурсов. Самое главное, чтобы была возможность организовать посадкам должный уход. Сорт клубники также можно выбрать практически любой, желательно ремонтантный. Современные сорта, отличающиеся зимостойкостью. Три – стар, ремонтантная – киевская, любава, королева – елизавета. Эта сорта отлично переживут зиму, дают объемный урожай сочных красивых ягод. Высадка рассады производится весной или ранней осенью. Для того, чтобы получить отличный урожай, следует использовать методику мульчирования. Когда землю рядом с посаженными культурами накрываются мульчей, что позволяет воспрепятствовать проникновению паразитов и сорняков. Лучший вариант для мульчи – черная пленка. Она не пропускает свет, не давая вырасти сорным растениям, а ягоды не лежат на земле, оттого получаются красивыми, свежими и крупными. Выращивание клубники – увлекательное дело, позволяющее получить неплохой доход. Этот бизнес может стать семейным, ведь к уходу за ягодами можно привлечь и детей. Не делая серьезных капиталовложений, можно поучиться основам ведения собственного дела, что в дальнейшем пригодится. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...